Увестный Федосеев Михаил справа от нас. И в этот день начинается финал, и уже достаточно. Да, мне кажется, проспал. Очень сложная схватка. Что же покажут судьи? Один из спортсменов получает фол. Посмотрите. Второй день, много суперфиналов. Второй, не меньше суперфиналов. Что же такое суперфинал? Кто немного не разбирается в правилах проведения армрестлинга, я сейчас расскажу. Сейчас на сцену поднялся. Повторюсь, если кто сейчас обратил внимание, ногой упираться в армстол, за которым он отвечает. Правильно выставлен. Итак, победу он выбрал уже, да? Правильное решение. То есть невозможно. Да, да. И посмотри, что происходит. Третье. Да, очень красивый, зрелищный. И заметим еще раз, что... На повторе, да? Уверенная все-таки победа. Две победы у Алана. Аплодируем и Мурата. Левая рука категория 65 килограмм. Ну, с чем ее и поздравляем. И заметьте, это уже второй суперфинал, когда спортсмен подходит с одним поражением и выигрывает две схватки. Тур из республики Башкортостан борется с Корниловым Тимуром. Которого тоже мы от всей души поздравляем с этим достижением его ученика. Спортсмен выступал в категории до 18 лет, а стаж занятия срыв. Захвата и спортсмены борются на связках. Венера Уразгильдеева обслуживает данный поединок. Это главный рефери, заслуженный мастерской Юрия Владиславовича, который... И организовал это первенство. В который раз проходит... Задирак и Алексей сейчас борются с своим соперником Калтыгой Андреем. Соответственно, Алексей представляет Свердловскую область. Замечательный результат. И его тренера Шашкова Евгения мы с этим результатом также поздравляем. Выпрямляются перед поединком. И следует команда рефери. Рэдди, гоу! Застыл захват по середине. Очень серьезная борьба между соперником. Мобей пробует в косу, в крючочек закрутил, удержать атаку Семена. Если у него получится, если он передержит, он вытащит, вытащит и контратакует. Но пока он только стоит в защите. А вот буквально несколько сантиметров были отобраны. И атака. Ну что ж... Сейчас арбитр показывает больший палец. Ах, атака! Какая атака! Все же, все же... Обью и по там эту золотую миндаль. Молодчина. Да, здесь сенсации мы не наблюдаем. Здесь спортсмен, который без поражений подошел. Абсолютно точно. Достоин финала в первом с Европой и Миром. Остановил, остановил. Ход локтя. Атаку Данила, да. Да, но решил все-таки вперед вывести локоть. Потому что не почувствовал... Езжный ребят, очень сильный. И снова выбил Ахмат кисть своего соперника. И удерживает, да. И потом уверен. Польский край в категории мужчины. Левая рука до 21 года. Вес 55 килограмм. Да, и следующая весовая категория до 60 килограмм. И у нас представитель Бобслея. Бобслея, ничего себе. Но лишнего говорить не надо. Лишнего никому не надо говорить. Сход локтя у кого? У кого? У спортсмена из Татарстана похоже, да? Ставим замечательным результатом. Золотой медалью первенства России по армрестлингу. И с гордостью представляю вам следующую весовую категорию. Чемпион Европы по юниорам. Но фактически в одно касание. Руслан Афанасьев обслуживал данный поединок. Ивана была впечатана прямо в подушку. Про Руслана Афанасьева мы уже говорили, что он был признан в 2014 году. За второе и третье совместные места. Знаете, Замалиева Аделя, которая слева от нас была чемпионкой Европы по юниорам. Слева Аделя справа. Красавица, молодец. Серебро, поверьте, серебро завоевать на первенстве России в возрасте до петли. Спортсменка. Дает команду Рэдди Гоу. Да, и спортсменка из Татарстана. Нет, у посреди юниоров. Я думаю, в этом у нее огромные и большие шансы. Какие эмоции у девчонок. Гарифулина, Диляра. Выиграла. Выиграла. Хорошо развивает мышцы рук. Это победа. Результат в суперфинале. Анастасия Высоцкая, Юлия Борисовна. А тренер, я так понимаю. Называется фортепиан. Но три года армрестлинга уезжает именно туда. Но Челябинск здесь недалеко от Екатеринбурга. Практически жизнь. Ну это ты уже за нас. Это про нас. Всю жизнь не надо, ребят. Всю жизнь. И смотри. Да. Уезжает в Улан-Удэ. Поздравляю. В Урятия, да. Да, да, да. География армрестлинга все ширится и ширится. Что не может нас самого слуга. Но все-таки шахматы. Видимо серебро завоевала. Вот. И занимается армрестлингом уже пять лет. А Елизавета только полтора года. И все ее еще основные огромные. Такие Елизаветы встанет. Что в этот момент они сейчас думают. Жалко. Да. Надписи не шли бы. Да. Ты посмотри, как уверенно в связочке, да, утащила. Поздравляем Лизу с золотом первенства Артура Маджановича. Говорю, потому что сам являюсь его учеником. И пришел в свое время в девяносто пятом далеком году. У нас есть ребеночка. Сейчас отдала виду подружкам. И вышла побеждать. Представляете? Первый фолл. Ельмира Шефигулина в данном конкретном финале вышла победительница. Но накрыла сверху, накрыла сверху. Рука с первым месте Рейферина Своев. А смертный из Версо-Сити чуть-чуть бы повернул бы от захвата. Поединок до борьбы в подушку по фоллам. Не надо нам проигрывать и выигрывать. Да что же это такое? Второй у нас в финале. И что? Мощный. И сейчас. Кстати, интересно, если я обратил внимание, чем занимались ребята ранее. Оба занимались боксом. Так что занятие бокса Распорта России. Ты заметил, спортсмен. Еще про это не слышали. Ну молодец. Становится золотым призером первенства России по армрейсу, который проходит в городе Екатеринбе. В прошлом году Азамат Савлохов за войну номер второй. Смотри, какая интересная пара участников. Но будет суперфинальный поединок. И вот эта весовая категория до 70 килограммов. Я скажу, они сейчас не боролись. Они не боролись, я тебе объясню. Слушай, слушай. Это салендуры по 150 килограмм. И она маленькая, вот держит этот захват. И при этом они ее слушаются. Как? И эти у нас финалисты. Что произошло? Фол? Ну а за два года третий уже золотой. Молодец, молодец. Это замечательный результат. Золоткова Кирилла с удовольствием поздравляем. С серебряной медалью, которая, честно говоря, сегодня судил. И мне вот показалось, что все-таки Абаев Батрас посильнее. Причем так. Прилично посильнее. Сейчас увидим. Не все так просто. Ну они, видишь, без старта начали. Решили побороться на силу. Захват сейчас находится посередине. Давайте, давайте, ребята. Продавливает Батрас. Потихонечку, да, как удав. Крючочек. Забирает. Ну, может, он и дал побороться, конечно, своему-то. И следующая весовая категория тоже до 70 килограммов, но уже старше возрастной категории до 21 года. Ильдаров Магобед из Республики. Я смотрел каждый поединок, очень волновался. Но с ценним стартом поздравляем с золотом и отца, и сына. Вы знаете, в каждой республике или области, или крае Ильдаров поддерживает болельщики. Очень опытный спортсмен. Денький старт показался. Хотелось отметить его тренера Залоева Майербека, заслуженного тренера России, заслуженного мастера спорта. Поздравляем его тренеров, Кузнецова Романа Анатольевича, Сидяшина Андрея Анатольевича, который подготовили замечательного спортсмена. Воспитали чемпиона, который на связочках продолжается борьба. Азалия Останавливает, ой, я прямо аплодирую. У меня аж гордость, правильно, я выбрал спортсменку сейчас. Но она выиграла, выиграла на левой руке эту категорию, кстати. Я не стал тебе об этом говорить, но я это знал. Через несколько секунд мы поймем, кто все-таки сильнее в этой паре. И стартует Хадижат. Магомедова Хадижа тоже семейный подряд. Ну а я и Милану Сагаеву хочу поздравить, ее тренера Собанова Олега Юрьевича. Замечательное выступление, серебро. И Милану Сагаеву, Малик Тагибеков. Мы болеем, наконец-то, за российский МРС. Но это победа, нет? Съехали Кузнецовой. И еще один шанс у Азалии. И она его использует. Ее тренера Собудинова и Ваза Фирузовича, который замечательную спортсменку подготовил. Молодец. Да, кому-то может быть пояснение, если рефлигует белой кисть, он имеет в виду Татарстан. Это Аминовая Диане. Смотрите, насколько мощный старт. Как хорошо работает Пронатор. Вопросов не оставила О. Топорожная Лебрагеджа. Хорошо спортсменка из Осетии атаковала Нокс. Красиво. Мясорубка. А сейчас что? Что такое? Что показывает? Туфау. Спортсменки кандидатом мастера спорта Пармрессенов. Ничего себе. Вот это борьба в Кабье. Красиво. Смотри как. Завернула. Глаз не отвести. И так и садуется чемпионами. Вопросов не оставляет. Никаких. Кстати, хобби Миланы. Она любит готовить. Представляешь? Мне кажется, вот сейчас она завоевала мое сердце окончательно. Абсолютно так. Занимается, выступает, тренируется. Да и судит. Результат. Поздравляем ее с золотом первенства в России по армрестлингу. Адаля мастер спорта России. И тренирует ее Камалов Радик Рашидович. Поздравляем.